Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады телевствовать вас на конкурсе среди бабушек-воспитанников Государственного учреждения образования Яслисат номер 4 в городе Гансенчик, который называется «Супер-бабушка!» Самой же доброй традицией проводить в нашем дошкольном учреждении семейные конкурсы. В 2014 году было так же жарко на конкурсе «Минута славы», в 2015 году на конкурсе «Семья года». А сегодня… Вы только прислушайтесь. Бабушка, бабулечка, бабушка, бабусечка! Сколько ласки и нежности в эти слова! Сегодня нас ждет необыкновенный праздник, потому что участниками праздника станут бабушки. Через секунду мы станем свидетелями удивительного чуда! Это по-другому назвать можно «Турнир прекрасных дам», с которыми мы сейчас буквально через секунду и познакомимся. Я попрошу вас, дорогие зрители, не жалеть своих ладошек, потому что конкурсантки очень волнуются. Покажите, как вы будете их встречать! Это как собаку голоса! Я надеюсь, кто-то будет поддерживать! Итак, я приглашаю в студию наши конкурсанты! Встречайте! Учательница под номером один, «Подж» Людмила Димановна! Учательница под номером два, Костюк Евгеньевич Ирина Станиславовна! Учательница под номером три, Серита Галина Николаевна! Учательница под номером четыре, Куприянник Оксана Ивановна! Учательница под номером пять, Ананович Софья Васильевна! АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз аплодисменты! Брис, рука и на ногами! АПЛОДИСМЕНТЫ Везде хорошие жюри, и много, никто не говорит, судить наш конкурс будет сверхобъективное жюри. Итак, жюри нашего конкурса. Я представляю вашему вниманию. Это супруг Виктор Михайлович, председатель Ганцевичской районной организации «Ро Беларусь». Курик Николай Николаевич, инженер по охране труда, дам. Борисовик Людмила Ивановна, заведующий Государственной системы. Всегда, конечно же, в моем конкурсе устраивает роль еще один. Сами мы уже хорошо познакомились, и вы, я думаю, нас сегодня не подведете. Пожелаем нашим бабушкам удачи, правда? Будем поддерживать их всем сердцем. Итак, мы начинаем нашу конкурсную программу. Выступление наших конкурсантов будет по ранее проведенной регионке. У нас все строилось. Первый конкурс называется «Знакомство». Группик поддержки предлагает рассказать о своей бабушке так, чтобы все убедились, что их бабушка самая лучшая в мире. А может быть, бабушки сами расскажут о себе. Мы сейчас и увидим. Мы предлагаем конкурс знакомства. Участница под номером один. Ковш Людмила Ивановна. Добрый вечер, дорогие зрители. В нашем зале присутствует прекрасная женщина, которая по праву достойная звания «Супер-бабушка». Это Ковш Людмила Ивановна. Позвольте мне, дорогие зрители, задать Людмиле Ивановне несколько вопросов, которые помогут нам убедиться в том, что это самая лучшая бабушка на свете. Вести диалог буду я, Ковш Людмила Михайловна, воспитатель старшей группы номер один, которую посещает ее внук, Денис. Денис, представь свою бабушку. Вот такая бабушка. Это мама, это папа. Тоже своя мамочка. Моя бабушка такая озорная, заводная. Я, Алексей, беру кремка-кремка. Уважаемая Людмила Ивановна, расскажите нам, пожалуйста, о своей семье. Я на конкурс собиралась, нарожалась, причесалась, чтобы супер быть в саду, где жизнь моя прошла, и я счастье здесь нажила. Мужа нашла здесь я, Александра. Родились сыновья Павел и Дмитрий. Проявилась невесточка Юлия, подрастает внук. Счастлива я всегда тут. Скажите нам, пожалуйста, в каком возрасте вы стали бабушкой? В 49, она вранчина. А что в вашей жизни изменилось, когда появился внук? Жизнь стала веселее, семья прибавилась. Я снова играю в мяч, рисую, смотрю мультики. У меня впереди первый класс, выпускной. И я счастлива, и вы пришли экзамены, и я счастливая бабушка. Скажите, а какой у вас за инцидиака? И как влияет он на ваше настроение и характер? Вы не поверите, мы с мужем родились под одним знаком. Близнецы. А близнецы, кто родился, это... В доме два близнеца, это значит, может показаться... Дом может показаться перенаселен. Потому что два близнеца, это четыре человека. Когда один близнец там что-то делает, убирает, второй может опять намусорить. А вы еще являетесь почетным донором. Как долго вы сдаете кровь? Почетным донором я стала лет пять назад. Очень много я, лет двадцать дай мне кровь. Аплодисменты. А скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в свое свободное время? Есть ли у вас хобби? Много чего я занимаюсь. В свободное время я веду здоровый образ жизни. И стараюсь, и привлекаю всех на здоровый образ жизни. Я очень много езжу на велосипеде. Я купаюсь в Одессе с апреля по октяб. Я каждый год купаюсь в январе в проруби. Ну, люблю все. Люблю природу, люблю лес. Все умеет бабушка. Шить и печь, как она дужки. Петь, плясать, не стареть. И журам. Журам понравится. А что вы можете рассказать о своей работе? Ну, ничего я могу рассказать о своей работе. Я свою трудовую деятельность когда-то начала в 80-м году в детском саду номер 4. И вот я уже на пенсии продолжаю. Я думаю, что на этом, понятно, давай детстве кончится. Наша Людмила Ивановна, шеф-повар нашего сада, которая кормит очень вкусной едой наших детей. А сейчас бы я хотела задать вопрос нашему наведующему, паренетре Дмитрии Ивановне. Скажите, пожалуйста, ко всему сказанному, что вы можете добавить? Какие еще слова можете произнести? Ну, я, наверное, сейчас абстрагируюсь от должности члена жюри и приду как руководитель школьного учреждения. Руководителем я являюсь восьмой год. Поэтому восьмой год поляк мне посчастливилось работать вместе с Людмилой Ивановной. Так сказать, в одной команде. Людмила Ивановна у нас Шефкова. И этот человек, который работает с открытием школьного учреждения. У него уже 36 лет. Могу определенно то, что сказать, потому что я оформляла пенсию. У нее одна детственная запись в трудовой книжке. А приемную работу в 4-й детский сад. И у нас все осталось. Замечаний центра гигиены и эпидемиологии у нас нет. Вот. Поэтому все у нас отлично. Детки у нас накормленные. Все вкусно приготовленное. Отличная команда на пищебровке. Потому что от Шефковара многое зависит. Все работают на совесть, правда. Работники пищебровка. Люба, дорого посмотреть. Поэтому дай Бог всем здоровья. Людмила Ивановна, вам также здоровья. Также дальше поддерживать свой микроклимат на пищебровке. Чтобы вы всегда были такой присущей женщиной. Прекрасной бабушкой и отличным Шефковаром. Что бы вам хотелось пожелать всем женщинам, которые имеют внука? Я желаю вам, чтобы были все ваши самые смелые надежды. Чтобы ваши внуки радовали вас. Улыбались оценками успеха. И как бы ни было трудно. Какие бы проблемы ни свались на ваши грубкие плечи. Пусть обливает вас постоянно тепло детской любви. Спасибо за это. Это была клуба Швейкина Ивановна. Участница по номеру один. Ну а сейчас мы приглашаем на нашу сцену Костюгевич Ильину Саниславову. Костюгевич Ильину Саниславову. И вновь открылась дверь. Так женщине начертана судьбой. Женой вы, мамой, бабушкой тебе. Я счастлива, и этого не стоит. Я, бабушка. Как это чувство ново. Как трепетно и так подобно чудо. Опять я нежности любовь берет. Дарить готово. Не спать ночами. И лечить простуду. Пусть бабушка, как с одного родица. Дать первый зуб и первые шаги. Как здорово, что может повториться. Все это вновь. Вы внучка, я бабушка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это была Костюгевич Ильина Саниславовна. А сейчас мы берем с каждым участником под номером три. Среду Галину Николаевну. АПЛОДИСМЕНТЫ Я уже четырежняя бабушка. Я многодетная мама, у меня трое деток. Если старшая внучка у нас заканчивает университет, то вот этот внучок, ему только три годика. Вот такая большая разница. Ну что же сказать. Я очень люблю деток. Вообще по профессии я учитель. И у нас вообще уже в четвертом поколении учительская семья. Мама учительница, я учительница. Дочь вот сидит учительница. И внучка заканчивает этом году тоже юниверситически. Между прочим, мы все иностранцы в университет. И тоже учительница. Как ты бабушку любишь учить? Очень любит бабушку. С бабушкой мы уже в три годика вы учили почти весь алфавит. Мы умеем хорошо считать до четырех. Мы знаем очень много стихов. Да? Песенки поем. Он не дает мне скучать. Вот теперь большому несчастью мы приболели. Так я сейчас пока с ним, пока дочка работает. Так вот все, я хочу повязать, потому что моя копия. Нет, бабушка, играть. Я очень люблю, говорит, с тобой играть. И действительно приходится становиться на коленке, как ребеночек. И вес наш на голову еще не становлюсь. Вот я говорю, извини, этого не сделаю. А свободного времени почти нет. Собственно говоря, я немножко расскажу себе. Я всю свою сознательную жизнь проработала в разделочек. Стаж моей работы, как писала наша газета, почти полвека. 49 лет. Только был когда-нибудь. Я не пошла на работу, потому что дочь пошла. И я вот на подхвате, как видите, стала уже настоящей бабушкой. Сидите, дети у меня сын в Минске. Я до тех внуков особо только когда-нибудь в гостях могла дойти. А этот уже теперь у меня рядышком со мной. Поэтому я по-настоящему ощутила себя настоящей бабушкой. Ну а в свободное время я очень много занимаюсь творчеством. Собственно, по натуре я такой человек, что я и играю на баяне, я и танцую, я и пою, я вышиваю крестиком и гладю, и вяжу всякие вещи. У нас в последнее время, да, в последнее время я пришла почему-то на вязку. Подойди сюда ко мне, дочь моя. Вот, что на нас, это сделано воими руками. Вот внучок тоже. Видите, вот такой вот бабушка тоже вяжет. Такие вещи. Вот это нам отдельно расскажем. Тогда я расскажу, что твои красивые вещи, которые любят молодежь. В общем, обвязала всех твоих внуков. Они настолько любят у меня внучка в университете, так говорит, там фотографируют ее вещи, которые связала, чтобы потом где-то показать или связать. В общем, собственно говоря, поддерживающих людей со мной рядышком нет, потому как я бывшая разделовка, сейчас проживаю в данное время в Богоревче, и не могла взять с собой ни подругу, ни внучку, все далеко, только вот это. Это было участие по выборам в детстве, да, Галина Николаевна? Очень круто. Ну а сейчас мы приветствуем у приянных Оксану Ивановну. Участие по выборам в детстве. Добрый вечер всем, меня зовут Оксана Ивановна, я тоже, как и вы, здесь больше работаю в детском саду номер 7. Сегодня мы участвуем в этом конкурсе со своей внучкой, старшенькой, Милой. Как тебя зовут? Мила. Мила, вот эти капюшки. Вот эти, вот эти. Вот эти. Вот эти. Вот эти. А церковные летят-летят. Мы грустим, седину замечая, но увидев в своих внучах, вот от жизни награда какая. Видите, какая у меня большая внучка. Но это у меня не одна внучка, у меня и шесть. Внученька, как нацам? Сидеться твои? Кира, тяжелая. Кира, с этой внучкой, поэтому она сегодня не пришла к нам в детстве поучаствовать. Конечно, нам грустно без нее, но ничего, да? Да, Милана. Еще у меня уже взрослый сын, как вы так поняли, и невеста, вот Светлана, она в группе поддержки у нас. Меня зовут Анна, ей тоже уже 24 года. Папа у нас Александр. У нас много имен, не знаю почему, по стечению обстоятельств, как муж Александр, братья двоюродные Александры, много у нас в семье Александр. Ну и зять тоже у нас Александр. Я, как я вам сказала, работаю уже в саду, 30 лет у меня старушка, тоже большой. Мученька эта старшая, там младшая. Ну, надеюсь, тоже она. Булу-ка еще, в скором будущем. Мы очень любим с Ниланой гулять в свободное время. Она ко мне приходит домой в гости, да? Что мы делаем с тобой? Играем, что ты делаешь еще? Кушаем, печем пироги и варим, любимую твою. Какую? Какую? Манную на очередь любит каша у нас. И еще что ты любишь? Ароматная? Хромко скажи. Ароматная? Пироги? Вкусные? Бабушка. Бабушка. Поэтому тихо рассказала, да? Ну, еще мужа моего зовут Александр. Мы в браке с ним уже тоже. 31 год. Поэтому, что обещаю рассказать. Хобби мы рисуем, вяжем, вышиваем так же, как здесь эта выставка, Мы, чтобы знали, тоже принесли. Мы, как-то не постарались сегодня. Ну, всё. Спасибо. Ну, а сейчас мы приветствуем участницу под номером пять. Софью Васильевну Кононович. Здравствуйте, уважаемые зрители и уважаемые жюри. Сейчас я вам расскажу про самую лучшую бабушку в мире. Я вам докажу, что моя бабушка супер бабушка. Но подождите, всё по порядку. Мою бабушку зовут Кононович Софья Васильевна. Ей всего лишь 60 лет. Моя бабушка живёт там же, где и родилась. В самой большой деревне Касовического района. Кто знает, какая это деревня? Катынь. Катынь. Родилась она в многолетней семье. Так, так, так. Что ж у нас тут ещё написано? Много работала, помогала родителям по хозяйству, помогала воспитывать братьев, получила образование. Моя бабушка была самой красивой невестой на селе. И, конечно, её любили все парни. Как вы, и как вы думаете, за кого могла выйти супер девушка? Конечно же, за супер парня. А в то время самым видным женихом в Хатынище был мой дедушка, Канонович Алексей Григорьевич. Он тоже родился в многолетней семье. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Группа поддержки. Ну что? Ну я поддерживаю свою бабушку уже, конечно. Четырежды бабушка. А дедушка, конечно, четырежды. Ну и вот у нас бывают такие споры. Ай, да без меня ты ничего. Я попаду в больницу, да застрадаешь. Ой, да иди ложись в твою больницу. Так что там страдать? В хозяйство доглядят проблемы. А вот, говорит, получилось это у меня. Да, тяжко вспоминать, конечно, с хозяйством. Ой, боже ж мой, боже. Захворела жёнка в чок. Я отвёз её в больницу. Сам надев я её спадницу. Лежит жёнка в больнице. А я бегаю спадницы. Что? Ну и кур, а что? То до ложки. То до миски. То до ложки. Куры бегают с окошут. Яйки мне нести не хочешь. Ой, упечи. Не городром. Рове не дояна корова. Тут я вспомнил и прошёл. Ой, Фёдора, ты, Фёдора. Так, а лишь ты вернёшься скоро. Ой. Пришла жёнка. Пришла с больницы жёнка. О, боже. Засияло в хате солнце. О, боже. О, боже. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот так. В нашем ступенье. Что ты будешь сказать? АПЛОДИСМЕНТЫ Не жить уныло, не жалев, что было, не гадать, что будет, берегти, что есть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это была Кононович Софья Васильевна. А мы выступаем по второму корпусу. Называется он «Солушка». Ваша задача — отделить фасоль от гороха. Здесь, дорогие зрители, насыпано в мель. Все считали покупинком пол коллектива. Количество равное фасоли и гороха у всех участников. Та пара, бабушки и внука, которая это сделает первой, должна подняться, чтобы мы увидели в той первой. Да? И ваша задача, чтобы в этой тарелочке в одной была фасоль, во второй тарелочке был горох. А в цветной не останется ничего. Понятно? АПЛОДИСМЕНТЫ Горошеньки тоже по одному переносить? Это нет. Не переключаю. Главная задача — отделить фасоль от гороха. Наполнить два фасолью — одно, второе — дорога. Итак, запомним, кто это сделал первым. Проверяем качество и поднимаемся. Да? Итак, раз, подождите, подождите. Раз, два, три! Проверяем! 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 Аплодисменты 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 Это было очень интересно Следующий наш конкурс Ох мы его любим Всем Называется Фирменная блюда бабушки Это очень вкусный и ароматный вкус Каждая бабушка приготовила Для этого конкурса свое фирменное блюдо Это было тоже домашнее задание Об этом блюде Члены семьи расскажут сами Или бабушка и докажут Что оно у них самое-пресамое Фирменное блюдо Людмилы Ивановны Ковш Аплодисменты 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 Все это вкусно сладкое Я избегла Мои любимые дочки Помогла мне Моя любимая девесточка Я говорю Ну как оно называется Вы сами узнаете Я щас прочитаю только вам как Пусть чёрные волосы Вашей жизни будут из шоколада Вены из зефира Любовь из малинки Воспоминания из ванилина во всякие неприятности из маленьких орешков. Первый отленок КСК-9 Ирина Станиславовна. Творожок, растоквашенную сметану, сахар, вкусный шоколад. Сделали мы вкусный тортик, вкуснотища во сто крат. Фирменное блюдо среды Галины Николаевны. Аплодисменты. Вкусные, начиненные творогом, бананами и сгущеночкой. Фирменное блюдо куплияния Оксаны Ивановны. Аплодисменты. Аплодисменты. Как мы и говорили, мы любим печь и украшать, конечно. Вот этот наш тортик называется песочный. Тесто у него не сильно калорийное, поэтому он очень полезный. Только вот сверху немножко. То, что Милана любит, да? Сладенькое, вкусненькое. А вот эта, Милана, помогала делать бабушке. Что ты делала? Как называется блюдо наша? Ронгалики, да? Она мне помогала их крутить. Иди помогай, покажи с себя. Как это всем, пройди вот по залу. Нима Том, не носим. Да нет, прав. Здорово. 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 Ну, вот прям, я желаю. Двое. Здорово. В pubic. Спасибо. Давайте. Спасибо. Расти. Расти очень прекрасно. У меня машина. Фирменное блюдо Кананович Софьи Васильевны. Ёжики. Это блюдо называется Ёжики. Оно изготовлено из картошки. Картошка на чертую губную, туда яйцо и, конечно, фарш, но так как мне уши не хватило, я уже не знамелись, я стою. Вот. Лук, приправа. Это все. Это цепочка. Спасибо. Сегодня конкурс бабушек у нас. Болеют за ним взрослые и дети. И мы поддерживаем вас, хороших, лучших бабушек на свете. Наши зрители и члены жюри уже оценили визитные карточки супер бабушек и сноровку, фирменные блюда. А сейчас мы узнаем, у какой бабушки самый лучший нос. Он так и называется. Чей нос лучше? Для этого предлагаю всех наших участниц выстроиться. Вся Бога в порядок. Мы предлагаем по залпу определить и назвать цвет. Для того, чтобы все было прощественно, у каждой бабушки завязываются глаза, одновременно все пицеры. И мы будем подносить специи к носу, а бабушки будут мухать по запаху, опчалять и засыпать. Вы готовы? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Аплодисменты! 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 Ни на дух, ни доктору, ни у селяких там шаптух. Да и мне, суседка весело смеется, Ни вести, ни шаптать не требуется. Мой сродок инши, завтра англичуркам Налей ему маленькая надежда хайлоки. Нам вот, лепушка, любину, он не такой эмоциональный. Ты что, суседка заремонтовала, Вот это сродок ты пропадавала, И он выжил тетивоком нигде. Нет, любая суседка, нет. Ты только кошку дохнула и зайди, И для детца твое поклади. Ты что, да не блог, никакой бяты. Поверь, суседка, сродок хоть пули. Ен только пить почне, почне, як же иначе. Ты только кошку ты для детца бачить, Я уже отразу выверну вам трогу. А потом от одинок только пробуй. Ты что отпругуй? С паху одного, так почне выворачивать я вот. Что назову седу зарочет цепить? Зражается суседка. Так и быть. И вось назавтра, а была суббота, Береться жёлтая за твоя работу. У крамя там нагрена взяла, И кошку десять дом измешала. Усё вставленное треба. На стол цепеньку, Сальца, Лусту хлеба, Заместкилишка, Чапачок. Мужик домой, И она, Мурчок. Свелинку выдак помолчала, И до суседки шпарка паячала. Ему всё двух сядь, Рамоник, А дунки розные у головы подходят. Что там в ях? А может они живы? Холодные, Струбянелые, Ляжить в мисхах, Из мисхтуры, Этая проклятая. Не, коржонка, Более не могу. Ты тут чекай, А я предполагаю. Бяжить, А сердце так и скачет, Якие жёхи, Я ногу хотел бачить. Зашла у сердца, Бей бачком, Бачком, Грядить, Сядить, Мужики, С шарпачком, Живый, Весёлый, Клопот унимая, И кошку твою, Духлую, Трымая. И як белизну, Кошку, Жарь який, Вон грудь, Тисля, Аж и две руки, И просить, Молить, Котичек, Котворчик, Ну на цаде яща, Ходь, Ходь, Ходь. Значит, Я бы обидно вам сказать, Я забыла, Когда я говорила по себе, Что окрами у мухов, Мне ещё есть, Так называемые, Молые дети, На подбор, Имаилу, Девяносто голуб, Розных птушек, Гусей, Идюхов, Идалута, Курей, Целое лето, Мне напомогают, Унуки, Меньшали, Молодцы, Они так любят, Это живёт, Незравой маленький, Ужасик, Так любят, Живёт, Собраву всю коллекцию, Хатни, Я кажу, Это живёт, Это дикие звери, Те, Кто же едет, Я, Что это, Я дядь, На полном, У меня мой помощник, Ну, А кроме того, Я люблю, Займаться творчеством, Займаться творчеством, Займаться творчеством, Займаться творчеством, Шоточком, Аплодисменты 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 Который я очень люблю Его часто можно представить даже во что Везли других и сам не злись Мы гости в этом мире вредно И если что не так, смирись Быть по кругу мудрее Улыбнись холодной думой головой Ведь в мире все закономерно Слово, исключенное тобой Тебе вернется непременно Пусть в ваших домах, семьях и душах Будет только тепло и уютно Пусть вас радует ваш детский смех Здоровье вашим родителям Бесконечная любовь родных и близких А в делах пусть к вам приходит Только удача Мои дети тоже посещали этот сад Когда... Я была очень рада, что меня пригласили Поучаствовать в этом конкурсе С моей внучкой Хоть она еще и маленькая Мы думали больше ей дадим что-нибудь выручить Но не поможем Спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я ищу вас, приятного аппетита, а сейчас я очень вспомню для вас песни, Борис. Я готова? Запрошай для себя своего. Поздравляю. Ой, мой милый бары никого хочется. Ой, мой милый бары никого хочется. Напари, милая, напари, милая, напари, ухака, моя чернобылая. Напари, милая, напари, милая, напари, ухака, моя чернобылая. Я здоров, я немаю, милый мой, миленький. Я здоров, я немаю, голубь мой, селенький. Помирай, милая, помирай, милая, помирай, ухака, моя чернобылая. ПЕСНЯ 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 Итак, для оглашения результатов я приглашаю выступить суббрана Виктора Николаевича. Спасибо большое. Я скажу свое сначала впечатление, чтобы мы все вместе потом огласим результаты. Но, вы знаете, дорогие друзья, сидя в жюри, смотрите на этих прекрасных, милых, обаятельных, очаровательных, сногсшибательных супер бабушек. Ну, просто нет слов. А одно восхищение, потому что, да, действительно, все бабушки, они супер. Они сегодня показали всю свою творчество, всю свою энергию. И самое главное, всю свою любовь к своим же внукам. И это прекрасно. Давайте еще раз поздравим. Спасибо. Спасибо. Прошу рассказать свое мнение Николаю Николаевичу. Действительно, выступление такое эмоциональное, обширное. Бабушек тяжело назвать бабушками, давайте говорить откровенно. Если бы мы взяли детей в одну группу, я бы думал, что это мама. Поэтому, нет, все очень красивые, все энергичные, все молодцы, очень сильно любят своих внуков, и это замечательно. И бабушка, это бабушка, это мама, по большому счету. Единственный человек, который становится два раза мамой, это бабушка. Потому что своих детей мы отдаем им. И большое, огромное спасибо бабушке, что вы есть. Спасибо. 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 Ну, Семила Ивановна, пожалуйста. Уважаемые наши участницы, у нас просто от восторга, от эмоций, от вас, у нас просто дух захватывало, когда мы вами любовались. Мы вами любовались на протяжении всего вечера. Какие вы замечательные, какие вы хозяйственные, какие вы умницы, как вас любят ваши внуки и внучки, как они вместе с вами в одной команде, как они прям участвуют в вашей жизни. Это, вот, теперь вы ощущаете, наверное, полноту отдачи всей своей любви, которую вы вложили в ваше прошлое. Как вас всех поддерживал сегодня зал? Посмотрите, какие вы все... А вас, пожалуйста, можно говорить с полвечера о всех ваших достоинствах. Как вы представили, какие вы владели, как вы умеете вязать, вышивать, шить. Какие кулинарные шедевры вы просто произвели. Так это ж вообще люба дорог. Это надо на какие-нибудь международные, наверное, конкурсы вас предвидать уже. Поэтому каждый из вас сегодня является победителем. Каждая из вас. Просто в различных номинациях. Вот, поэтому, уважаемые бабушки, теперь мы придем к номинации награждения, не будем комитить наш зал. Вот. Ну и дипломом победителя конкурса «Супер бабушка-2016» в номинации «Самая хозяйственная бабушка» награждается Оксана Ивановна Куприяне. Оксана Ивановна, воспитатель моего сына. У меня уже очень взрослый. У меня уже очень взрослый. Очень взрослый сын. И до сих пор он с теплотой и любовью вспоминает Оксану Ивановну. Спасибо вам. Ну и, конечно, в Белой Руси тоже небольшой такой подарочек. Дай вам Бог. Кома победителя конкурса «Супер бабушка-2016» в номинации «Самая артистичная бабушка». Перед артистичностью этой бабушки мы не смогли устоять никто. Награждается Софья Васильевна Кананович. Кома победителя конкурса «Супер бабушка-2016» в номинации «Самая современная бабушка». У нас награждается Ирина Станиславовна Костюкевич. Вы знаете, добавлю известный фильм «Вспомните свадьбу у Мариновкина», а я скажу немножко по-другому. Тридцать лет, как я с бабушками не целовался. Дипломом победителя номинации «Супер бабушка-2016» в номинации «Золотые руки» надрождаются Людмила Ивановна Ковш. Молодец! 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 Спасибо большое! Мы, конечно, переходим к финалу нашего конкурса дипломом победителя конкурса «Супер бабушка-2016». У нас награждается Галина Николаевна Середа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 П mới кое-что АПЛОДИСМЕНТЫ Ну ты musician такая бабушка, и так на знаю. Мы просто орехи, мы вместе у Люси наработали. Я вас поздравляю, Николай, с небольшим подарочком. Зас и спортсал. Спасибо. Я-я. Ну что, так и с пользователями приходят на мысль. Когда Господь не успевал делать свои дела на земле, он создал бабушку. И наш конкурс подтверждает, что это лучшие бабушки нашего района. Милые, родные, дорогие. Мы желаем вам счастья, здоровья, долгий след жизни и еще больше волны. И приглашаем вас к нас с вами. Такую честь вам обязать. А давайте за субтитры, да? Зимой, уксом и показывайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok